Как научить подрастающее поколение ориентироваться в одовороте информации, фиксировать и обрабатывать необходимые сведения? Как видеть больше позитивного и самим участвовать в создании новостей? Ответы на эти вопросы представителям учебных заведений региона дают эксперты онлайн-лектория, который проходит в Самаре в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости». Называем этот поток как повышение квалификации, потому что здесь будет очень много профессиональных знаний, которые действительно, которые потом можно будет применить в работе. И это самое главное, потому что школьные СМИ – это не только наша подрастающая смена, но это те ребята, которые будут говорить о событиях в стране, событиях в регионе, о героях сегодняшнего дня. На связи с экспертами 719 школ, вузов и СУЗов региона. Эксперты обсудили успешные практики эффективной организации межпоколенческих коммуникаций в различных сферах жизни. Дали практические советы о том, как идти в ногу со временем, выстраивать диалог с учащимися и их родителями, а также с другими образовательными учреждениями. Особо отметили важность медиаграмотности самих работников сферы образования. Не работать в соцсетях мы с вами не можем. То есть наша задача – быть представленными там и давать возможность ребятам проявлять себя в этих соцсетях под чутким направлением, учить их это. Напомним, ранее президент России поручил до 2030 года во всех учебных заведениях страны создать новую структуру внеклассной работы – медиа-центры. Поэтому эксперты затронули тему становления детской журналистики и поговорили об особенностях выстраивания отношений между руководством учебных заведений и молодым поколением на базе таких медиа-центров. Получить какую-то такую дополнительную помощь, небольшой, может быть, совет от людей, которые занимаются этим профессионально, это очень многим нужно. Обучающие встречи будут проходить до конца апреля. Спикерами станут представители ведущих региональных и федеральных СМИ и учреждений, работающих в сфере молодежной и информационной политики. Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется с 2012 года. В рамках проекта регулярно проходят форумы, мастер-классы, лекции, конкурсы. Телеканал «Самаргис» неоднократно становился победителем в конкурсе «Добрые новости» в разных номинациях. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.